Диспансеризация взрослых копейчан проходит в городе уже третий год. Причем для каждой возрастной группы имеется свой необходимый перечень обследований, которые можно пройти совершенно бесплатно. По словам медиков, воспользоваться предоставленной возможностью за это время успели более 46 тысяч человек. Впрочем, основная масса населения в поликлинику не спешит. Население, в частности у нас в Копейске, почему-то неохотно идет на диспансеризацию. То есть получается, что свое здоровье копейчан не волнует. Наверное, волнует больше содержание собственных автомобилей, которые мы возим на техническое обслуживание. Строго по графику, сколько километров автомобиль проехал, надо везти его на техническое обслуживание. Можем везти куда-то в другой город, даже не обязательно где-то в какую-то шиномонтажку за углом. Мы можем потратить ни день, ни два, чтобы только автомобиль посмотрели, сказали, какие у него там неполадки. Мы готовим к зиме, после зимы мы готовим к слякоти, после слякоти мы готовим к лету. А свой организм мы почему-то вообще не готовим к возрастным изменениям. Мы не вводим в свой организм техническое обслуживание, не выявляем, какие же у нас появились заболевания или какие у нас предвестники заболеваний. Диспансеризация и направлена на то, чтобы выявить факторы риска и предотвратить развитие заболеваний. Среди прошедших обследований у более ста человек были обнаружены злокачественные образования на первой стадии. Благодаря диспансеризации пациенты вовремя начали лечение. Настораживает тот факт, что из года в год увеличивается удельный вес граждан, прошедших диспансеризацию, у которых выявляются факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. 48% от всех прошедших диспансеризацию в 2013 году имели факторы риска. И 88% из прошедших диспансеризацию по итогам 9 месяцев текущего года уже имеют факторы риска. Каждый медик имеет список тех возрастных групп, которым нужно пройти диспансеризацию. И если на прием приходит пациент, попадающий в указанные категории, его приглашают пройти обследование. Первый встречает участковый фельдшер, оформляет амбулаторную карту диспансеризируемую. Он анкету оформляет и дальше согласие на прохождение диспансерного наблюдения. Здесь же выписываются направления на анализы, на обследование. То есть сразу же пишутся номера кабинетов. И человек направляется в 26 кабинет, где сейчас мы берем кровь из вены, на все анализы. Определяем сахар крови, холестерин обязательно определяем. И направляем на УЗИ обследование, если человек подлежит по возрасту. Направляем смотровые кабинеты в женский, мужской смотровой кабинет. Если необходима консультация каких-то специалистов, то направляем к специалистам. В поликлинике можно пройти обследование у эндокринолога, невролога, лора, уролога, хирурга и офтальмолога. Если по результатам диспансеризации потребуется информационная поддержка, ее тоже окажут. Школа физической активности, правильное питание, гигиеническое обучение больных по методикам, по разным. И это все привязывается у нас к диспансеризации. Диспансеризация, когда мы проводим диспансеризацию, мы выявляем таких больных, которые нуждаются в проведении для них школы. Это мы проводим. Те, кто уже прошел диспансеризацию, о потраченном на нее времени не жалеют. И готовы повторить обследование снова, согласно графику, через три года. Началось с того, что надо сначала, а потом пошли. Все комфортно, все без очереди, все как-то так было легко. К нам они приходили на работу, да, на работу. Да, приходили они. Ну, пришлось мне еще по возрасту и здесь пройти, но я не почувствовала ни очередей, ни какого-то дискомфорта. Я не почувствовала. Прошло все. Буквально где-то дня за три, наверное. Кабинеты медицинской профилактики есть во всех поликлиниках города. Узнать о диспансеризации в Первой горбольнице можно по телефону 7-3106, а в Старокомышинске 9-75-79.